Казахстан входит в десятку крупнейших экономических партнеров Грузии. В прошлом году товарооборот странами превысил 700 миллионов долларов. Это рекордный показатель. Торговые отношения Казахстана и Грузии крепнут с каждым годом. Как результат – рост товарооборота. В прошлом году он увеличился на 168%. Но из безреэкспорта машин наблюдается стабильный рост торговли между странами. Грузия экспортирует в Казахстан минеральные воды, газированные напитки, вино, лекарственные средства, орехи, фрукты. Казахстан, в свою очередь, продает в страну нефтепродукты, металлоконструкции из черных металлов, бумагу и картон, азотные удобрения, а также расширяется линейка импортируемых продовольственных позиций. Например, в прошлом году начались поставки казахстанского мороженого и пищевого льда. Годовой рост несырьевых товаров в Грузию составляет более 43%. Таким образом, наметилась тенденция. Страны продвигают на двусторонние рынки изделия национальных производителей и расширяют номенклатуры взаимопоставляемой продукции. Есть нерешенные вопросы с логистикой, хранением и инфраструктурой. Но специалисты и бизнесмены анализируют ситуацию, учитывая особенности, уверяют, что сотрудничество с каждым годом между странами будет еще крепче. В цифрах есть очень значительный рост, но надо учитывать, что этот рост показывает в первую очередь три эксперт-машин через Грузию, которые в статистику не попадало из-за того, что в 2012 году с формированием Евразийского объединения некоторые страны пока свое законодательство урегулировали. Статистика пропадала из-за того, что экспортные машины регистрировались в разных странах. Наша компания импортирует из Казахстана в Грузию с 2016 года кетчупы, майонез и спрет. Из года в год объемы импорта брендов увеличиваются. В начале нашего пути импорт составлял 216 тысяч килограммов, а на сегодняшний день составляет 1 миллион 400 тысяч килограммов продукции. Рекордный показатель был в 2022 году. Мы стараемся поддерживать этот темп. Сейчас мы собираемся добавить новые позиции, и мы надеемся, что в 2024 году на грузинском рынке будет еще больше ассортимента казахстанской продукции. Работающим в России гражданам Кыргызстана стало проще получить полис ОМС. Лечение с ним будет бесплатным. Сейчас в России проживают более 600 тысяч граждан Кыргызстана, то есть треть из них имеет полис ОМС. Он позволяет получать бесплатную помощь, а также проходить деспонсоризацию и профилактические осмотры. Документ выдают бесплатно с 2017 года. Однако одни не знают, где его оформить, другие не понимают, как. Полис оформляют бесплатно. Предоставить нужно всего 4 документа. Срок оформления – 10 рабочих дней. С сопровождением, консультированием и в случае необходимости переводом помогут сотрудники представительства. Упрощенные процедуры доступны исключительно для легальных мигрантов. Страховые взносы за них платит работодатель. Всем остальным для получения бесплатного медицинского обслуживания необходимо официальное трудоустройство. Возможно, есть какой-то языковой барьер, либо незнание, где это можно сделать. Поэтому в рамках программы «Полис в офис» мы организовали вот такое мероприятие, которое будет проводиться постоянно, по четвергам. Для наших граждан они могут прийти к нам в офис, в офис миграции, в представительство в расположенном городе Москве и оформить себе этот полис. Беларусь заинтересована в том, чтобы Евразийский экономический союз перенимал опыт союзного государства. Об этом заявил Александр Лукашенко на рабочей встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Бакаджаном Сагентаевым. Белорусский лидер выразил уверенность, что так странам евразийской пятерки удастся немало сделать и обратил внимание на проблемные вопросы и барьеры, которые до сих пор существуют в объединении. По мнению президента, на просторах ЕАЭС необходимо создавать единые рынки энергоресурсов, а также двигаться в сторону объединения производств. Бакаджан Сагентаев вступил в должность в начале этого месяца. Александр Лукашенко поздравил председателя коллегии Евразийской экономической комиссии и заверил в свои поддержки. От этого мы никуда не уйдем. Вы видите, как ситуация складывается вокруг, и сами обстоятельства вокруг нас подталкивают к более тесному сотрудничеству в рамках Евразийского экономического союза. Будет экономика, будет и политика, и дипломатия, поэтому надо создавать смелее на принципах кооперации предприятия, совместно финансировать их. ВВП Германии снизился на 0,3% в четвертом квартале прошлого года. Такие данные приводят в статуправление страны. Рецессию немецкой экономики эксперты объясняют высокой инфляцией и резким увеличением процентных ставок. В результате иностранные компании приостанавливают инвестиции в Германию и отказываются от новых проектов. Негативное влияние также оказывает и снижение спроса на зарубежные товары в строительном и обрабатывающем секторах. Учитывая стагнацию показателей в прошлом году, аналитики прогнозируют дальнейший экономический спад и в этом.